В письменных источниках река Шу впервые упоминается в записках буддийского монаха Сюандяна. Он был не только бродячим проповедником и разведчиком империи Тан, но и, как сейчас говорят, тревел-блогером. Он оставил многочисленные путевые заметки, которые на протяжении многих веков служили основным источником информации о Центральной Азии. Перебравшись через горные перевалы Тиньшаня, монах вышел к озеру Иссык-Куль и попал в город Сюяб, в котором тогда находилась зимняя ставка Кагана западно-тюркского Каганата. Город находился в долине одноименной реки Суяб. Впоследствии эта река не раз меняла свое русло и свое название Суяб, Суй, Джу, Шу, Шуй, Чуи и Чуй. Если внимательно прислушаться, во всех этих названиях несложно уловить общий корень. Чу или Шу и Су в разных языках означает «река или вода». В этом названии заложен большой смысл. Река – это центр зарождения любой цивилизации. На плодородных берегах Шу появлялись и исчезали цивилизации. Расцветали сады, а потом их вновь заносили пески времени. Жизнь то бурно вскипала, то замирала, как будто затаившись. Сама река Чу, а также Маинкумы, Хантау, Анаракайские горы всегда привлекали меня. Не только потому, что это какие-то удивительные, таинственные места, но также тем, что эти места имеют богатое историческое прошлое. В эпоху географических открытий река Шу стала объектом ожесточенных споров между исследователями. Одни считали, что она вытекает из озера Иссыкуль, а другие, что она наоборот впадает в него. И только в 1856 году Семенову-Тяньшанскому удалось решить часть этой загадки. Левые притоки реки Шу, Джуонарык и Кочкор берут начало в Терскей-Алатау и несут свои воды прямо к Иссыкулю. Но буквально в нескольких километрах от озера река круто поворачивает к северу. Настоящую мощь Шу приобретает после слияния с рекой Чонки-Мин, берущей начало в ледниках Чилико-Киминского горного узла, в каких-то 30 километрах от города Алматы. Здесь, где смыкаются хребты Заилийского Алатау и Кунгей Алатау, сосредоточено 46 ледников общей площадью 128 квадратных километров. Питание реки Шу ледниково-снеговое, поэтому судьба реки во многом зависит от состояния ледников Тяньшаня. Мы находимся на стационаре Института географии и водной безопасности Республики Казахстан на Большом Алматинском озере. Николай, а вот сколько времени ты лично наблюдаешь за ледниками, и за это время какие произошли с ними изменения? В 1958 году была создана экспедиция. Немецкие геодезисты совместно с нашими сотрудниками Института географии сделали подробную птахеометрическую съемку в Верховье и Малой Алматинки ледникового цирка. И ровно через 40 лет сделали повторную съемку, в которой уже принимал участие и я в 1998 году. И вот за вот эти вот 40 лет динамика такова, что около 40% по объему потеряли ледники, в частности наш ледник Туэксу, и примерно столько же, чуть-чуть меньше по площади. Ну и потом за последние 30 лет, если говорить, эти темпы примерно сохранились, около 0,8% в год по площади и около 1% в год по объему. Можно сказать, что за весь вот период непосредственно наблюдений наших, непрерывный период, ледник теряет в среднем в год 1 миллион кубометров. Истоки реки Шу бурные и неистовые. Могучая сила воды пробивает себе путь в скальных породах. В горах относительно мало людей. Развито отгонное животноводство, но в целом хозяйственное изменение горных систем незначительно. Хотя экологи бьют тревогу о том, что местами хрупкие горные экосистемы страдают от перевыпаса домашнего скота. Но тем не менее, в верховьях рек сохранились горно-хвойные леса с богатым и разнообразным животным миром. Здесь легко увидеть горного козла Теке, теньшанского медведя, а при некоторой удаче даже снежного барса. Что произойдет с этими экосистемами через 50 лет? Что произойдет с рекой Шу и ее долиной, если темпы таяния ледников не замедлятся? На эти пугающие вопросы пытаются ответить ученые, политики и общественные организации. В 2015 году стартовал проект «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейне рек Шу и Талас», поддержанный рядом международных организаций. В число задач проекта входит анализ сценариев климатических изменений и поиск путей адаптивного управления общими водными ресурсами. Ученые и общественные организации совместно со специалистами Комитета лесного хозяйства и животного мира разработали ряд мер, позволяющих остановить опустынивание. Сливаясь, горные притоки образуют многоводную реку Шу, которая, выходя на равнину, меняет свой характер и превращается в спокойную пойменную реку. Веками воды Шу служили людям для полива садов и полей. На территории Казахстана Шу пересекает Шусский и Муинкумский районы Жамбылской области. Река постепенно раздает свои воды, мелеет, разливается по озерам и старицам, заболачивается и теряется в песках у северной границы пустыни Муинкум. Сказано ведь, все реки текут в море. И исследователи прошлых веков безуспешно искали таинственное море, в которое впадает Шу. По одним гипотезам, она когда-то доносила свои воды до Сырдарии, а по другим впадала в озеро Балхаш. Скорее всего, когда-то так оно и было, но сейчас Шу доносит остатки воды до пустыни Бетпак-Далы и испаряется там, как стакан воды, выплеснутый на раскаленную сковородку. Следы ирригационных каналов в безводной пустыне Бетпак-Дала свидетельствуют о том, что когда-то климат в регионе был более влажным, и воды было больше. Наша небольшая экспедиция отправляется в Шуйскую долину с командой археологов, чтобы не только рассказать нашим зрителям, как реализуются в регионе экологические программы, но заодно и познакомиться с древностями этого удивительного края. Я очень люблю ездить в совместные экспедиции в Саудор-Ворлд, и не только потому, что мы друзья. Археология и естествознание, несмотря на то, что совершенно разные науки, они очень тесно соприкасаются. Как археолог я знаю, что во все времена люди выбирали себе для жилья самые удобные места. Необходимо наличие воды, плодородных пастбищ, земель, обилие животных для охоты и так далее. И такие совместные экспедиции помогают экологам с нашей помощью лучше понять истоки происходящих ныне явлений. Ну а нам, в свою очередь, экологи помогают разобраться в прошлом. Мы в Моюнкумском районе Жамбылской области. Нам нужно заехать в село Берлик, чтобы согласовать свой маршрут со специалистами в области охраны леса и животного мира. Ну а сейчас заедем в контору, познакомимся со всеми и составим план дальнейших действий наших. Бахат Марзатаевич. Наша съемочная группа много слышала о вашем районе. Какие вы можете посоветовать самые привлекательные историко-культурные и природные достопримечательности в этом районе? В нашем коктерекском лесном хозяйстве в основном растет саксаул. Наша гора Жамбылтау граничит с Хантау, на востоке – озеро Балхаш. У нас водится чернохвостая газель Джейран, есть архары. В заказнике Андасай запустили куланов. Они сейчас хорошо размножаются, растут. Архары у нас обитают на Хантау. Если говорить об историко-культурных памятниках, то на территории нашего лесного хозяйства расположена гора Козы-Басы. Также есть остатки средневековых городищ. По пути будем заезжать туда. Исторический герой нашего округа – Батыр Беназар-Баба. Наша основная работа на данный момент – это взращивание саксаула. В данный момент на полях идут пахотные работы. Мы с вами туда сейчас проедем. К нам поступила информация, что в Маинкумском районе видели черных археологов. Это люди, которые незаконно ведут исследования на памятниках археологии. Встречали ли вы их здесь? Очень актуальный вопрос. В нашем лесном хозяйстве Коктирек имеются два заповедника – Андосай и Жусандала. Но к нам таких сигналов не поступало. Никаких нарушений закона по этому поводу мы не фиксировали. Если вдруг вам станет известно о таких фактах в нашем лесном хозяйстве, вы, конечно, нам сообщите. Мы часто патрулируем нашу территорию, но мы такого не фиксировали. На территории Коктирекского лесного хозяйства два заповедника – Андосай и Жусандала. Заповедник Жусандала занимает площадь 326 тысяч квадратных километров и 126 тысяч квадратных километров – заказник Андосай. Общая площадь – 468-770 гектар. По нашим подсчетам архаров у нас 56 и 154 джейрана. Случаи браконьерства часто случаются? Случаи браконьерства часто случаются? Частых нарушений нет. Иногда во время осенней-весенней охоты на реках встречаются охотники. Но на краснокнижных животных у нас не встречались. Мы часто проводим рейды. Также есть инспектора охот-зоопрома, которые тоже проводят рейды. Из области к нам приезжает специальная группа Сапсан. Поэтому грубых нарушений у нас не было. И на наш традиционный вопрос о развитии туризма в районе Бахыт Мерзатайулы честно ответил, что это дело отдаленного будущего. В настоящее время у нас такого нет. На территории нашего лесного хозяйства озер и рек мало. Но есть планы на будущее по развитию туризма. Предлагаю вам проехаться по территории нашего лесного хозяйства. Своими глазами увидеть архаров, посмотреть на саксаульные поля. Тогда вперед! Ученые подсчитали, что один куст саксаула закрепляет 4 тонны песка. Саксаул связывает своими корнями пески и не дает ветрам разносить их в разные стороны. Один куст может спасти от наступающей пустыни целый дом. В условиях сокращения водных ресурсов и ускорения процессов опустынивания роль саксаула особенно высока. И хотя его вырубка уже запрещена, этот запрет необходимо поддержать всем миром. Помните фильм, где героя Шварценеггера присылают из будущего ради спасения мира? Так вот, эти ребята, которые сейчас высеивают саксаул, тоже кажутся нам посланцами грядущих цивилизаций. От того, чем они сейчас заняты, зависит жизнь будущих поколений, которые будут жить в Моинкумском районе через 50 лет. Вот это вот вы сушите, да? Да. Семена. Она уже сушит. Уже они готовы, да? Уже готовы. Вот сейчас через цветут будем пропускать, отсеивать. И уже будем потом, уже она готова будет. Но из тех, что в прошлые годы вы сажали, не погибают они? Ну, 80% выживает. Сходность, да. 80% выживания есть. А сколько лет нужно, чтобы он уже до товарного возраста? До товарного возраста уже лет 15-20 надо. 15-20. Сейчас на поле, если будем выезжать, посмотрите, там 7-10 годовалые, они на вырубку не идут. Через 25 лет на вырубку уже идут. В рыночное время, когда люди не любят долгих инвестиций, выращивание саксауловых лесов ради будущих поколений – это, конечно, благородное дело. Мы сейчас находимся в поле, где по плану идет осенняя посевная саксаула. В настоящий момент производится распашка 450 гектаров земли. Основная цель высадки саксаула – это остановить пески Моинкума, чтобы не накрыли аулы. Эти меры также благоприятно влияют на размножение птиц. Для семян есть 10 гектаров поля. На эту осень собрано 4 тонны семян саксаула. В будущем планируем увеличить площадь саксаулов. Летом охраняем от пожаров. Осенью пашим поля и так далее. В результате опустынивания на планете ежегодно деградируют десятки тысяч квадратных километров земли. За последние десятилетия этот процесс ускорился. В Казахстане из 182 миллионов гектаров пастбищных земель 14 миллионов гектаров полностью выведены из оборота. А общая площадь деградации превысила 50 миллионов гектар. Правительство Казахстана объявило восстановление саксауловых лесов одним из приоритетных направлений зеленой экономики. Я лесничий лесного хозяйства Коктерек. Запланирована вспашка 450 гектаров. Уже вспахано 400 гектаров. Все по стандарту. Глубина 20-22 сантиметра. Между ними 3,15 метра. Мы направляемся в аул Биназар. Аул назван в честь Батыра Биназара Акиделулы, сделавшего для этого края много полезного. Нас особенно интересуют его гидротехнические работы, связывающие реку Шу с системой ирригационных каналов. Удивительно, но этот проект был осуществлен 200 лет назад и много лет успешно работал. Памятник Батыры установлен прямо возле трассы. А к усыпальнице нужно проехать с десяток километров по проселочной дороге. Мы сейчас находимся на месте, где похоронен Биназар Баба. Биназар Баба жил в 1802-1860 годах. В сражениях с Каканским ханством в одной из битв он убивает Каканского Батыра и был провозглашен Батыром. Тем самым получает благословение от Сыпатай Баба. У Биназар Баба были верные соратники – Сыпатай Баба, Агбай Баба и Болтерик Шешен. Они внесли огромный вклад в развитие земледелия, начиная от Тюлькубаса до Маинкума и вдоль побережья реки Шу. Один из тех, кто провел множество каналов в эти земли, приучал местных жителей к оседлости и земледелию, был Биназар Баба. Акылхан Мадыханов по профессии лесник. Он показал нам канал, который 200 лет назад построил его прадед. Канал тянулся на десятки километров от реки Шу, и еще недавно по нему шла вода. Среди песчаной пустыни без труда можно заметить следы былых полей. Здесь похоронен Кырбас Баба. Я являюсь его правнуком. Когда-то эти места назывались Каркалинской, Кунанбайской волостью. Его сын Зейнебил умер от внезапной болезни, и он решает построить этот мавзолей. В этом мавзолее похоронен и сам Кырбас, и второй сын Мадыхан. Внук Мадыхана Кушаман в свое время построил здесь водяной канал и занимался земледелием. Заместитель директора Коктерекского учреждения по охране лесов и животного мира Талгат Аскаров по традиционному закону степного гостеприимства приглашает нас на ужин. Перед дальней дорогой нужно как следует подкрепиться. От реки Шу к юго-северу тянутся пески Моэн-Кум. На востоке они упираются в Шуилийские горы. Название этих гор говорит само за себя. Это ряд небольших хребтов, растянувшихся отдельными массивами между рекой Шу и Прибалхашьем. Палеонтологическая история Шуилийских гор настолько богата, что даже самый краткий ее пересказ потребовал бы целой монографии. Когда-то здесь было дно моря, потом в результате бурных тектонических процессов образовались высокие, покрытые ледниками горы. Это были северные отроги заилийского Алатау, но неутомимое время стерло горные вершины и превратило их в скалистый мелкосопочник. Палеоботаники нашли в Шуилийских горах окаменевшие остатки сосудистых растений, росших здесь 420 миллионов лет назад. Еще до появления динозавров. Следы древних рек говорят нам, что когда-то климат был здесь менее засушливый, а многочисленные археологические находки свидетельствуют о том, что в каменном, бронзовом и ранне-железном веках тут жили люди, а значит, были благоприятные экологические условия для проживания. Мы надеемся увидеть здесь джейранов и архаров, а наши друзья-археологи поискать в пустыне и в горах ранее неизвестные архитектурные памятники, стоянки древних людей и наскальные рисунки. Чтобы попасть к Шуэлийским горам, необходимо пересечь Трансказахстанскую железнодорожную магистраль. Дело оказалось не очень сложным, но пришлось повозиться. Эта магистраль тоже наша недавняя история. В 30-х годах прошлого века знаменитый Турксиб являлся одной из главных строек первой пятилетки. Это, конечно, было серьезное экономическое достижение, но присутствовал и минус, который только сейчас начал заботить экологов. Железнодорожные пути перерезали традиционные пути миграции диких животных, в первую очередь сайгаков и джейранов. А вот и первая находка. Максим, в руках у меня свод памятников Жамбульской области Майенкумского района. И вот что говорится здесь. Курганный могильник Ожабала датируется ранним железным веком, эпоха бронзы. Был открыт в 1989 году под руководством археолога Исмогилова. Дополнительно был исследован в 2009 году. Что можно сказать об этом могильнике? Здесь более 150 археологических объектов, из которых исследовано не более 15. Вот сейчас мы видим один из наиболее исследованных захоронений. Как видим, это групповое захоронение. Оно выполнено вот в таких вот каменных ящиках, что очень типично для раннежелезного века. Неожиданно на пути посреди ровной пустыни мы увидели какую-то возвышенность. Лесники на вершине устроили наблюдательную вышку. Только вернувшись в город, Арман сумел определить находку по справочникам. В ходе экспедиции мы заехали на городище Улькен-Тубе, которое датируется 7-12 веком раннем мусульманским периодом. Оно представляет из себя укрепленное поселение с двойным рядом стен и четырьмя сторожевыми башнями. Открытое это городище было в 1946 году академиком Альке Моргуланом. По-видимому, этот сторожевой пост на Великом Шелковом пути был возведен по приказу западно-тюркских каганов. После того, как власть над Шуйской долиной отошла к караханидам, они использовали степное укрепление для охраны своих границ. Культурный слой 13 века свидетельствует о том, что укрепление было разрушено. Возможно, это произошло во время завоевания империи караханидов монголами. Сейчас былое поселение облюбовали большие песчанки. Эти симпатичные зверьки тоже участники бурных исторических событий. Да еще каких! На песчанке обитает маленькая блоха, которая является переносчиком чумной палочки, бактерии под названием Ерсиния пестис. В 14 веке с одним из караванов зловредная бактерия совершила путешествие по Великому Шелковому пути, в результате чего треть населения Европы вымерла. Впереди какая-то машина. Нужно разобраться. Мы только что спугнули группу черных археологов. Они быстро сели в свой джип и стараются от нас бежать. Пока им это удается, да. Но мы все равно настигнем. Настигнем сейчас. Настигнем у нас, да. За рулем непревзойденный Дима Карлов. Он не даст ему идти. Вот впереди. Видите пыль? Эту пыль оставляет машина черных археологов. Похоже, мы подбираемся к ним все ближе и ближе. Вот-вот настигнем. Черт возьми, они опять отрываются. Все, кажется, мы их потеряли. Где-то мы свернули не там. В этот раз им повезло. Они смогли нас перехитрить. И на одном из поворотов, мы, видимо, они туда свернули. Вот. Но мы продолжаем искать черных археологов. У нас еще завтра день, послезавтра. Саксауловая пустыня остается позади. Мы поднимаемся в горы Хантау. Вдалеке на горизонте мы замечаем несколько силуэтов животных. Что же это? Джейраны и архары? Иногда джейранов можно встретить и на холмах. Но в основном они предпочитают предгорные пустыни. А вот архары, наоборот, больше любят возвышенности и скалистые участки. Здесь прохладнее летом и удобнее спасаться от хищников. Точно. Это архары. Природа и человек тесно взаимосвязаны. Наши предки оставили это для нас. Поэтому, где бы вы ни были, я призываю вас сохранить богатство нашей природы для будущих поколений. За последние полвека численность джейранов в регионе существенно снизилась. И для их охраны были образованы две особо охраняемые территории. Жосандалинская государственная заповедная зона республиканского значения и Андайсайский государственный природный заказник. В конце 80-х годов сюда была переселена партия куланов. Животные поначалу неплохо прижились. Но во время кризиса 90-х годов популяция сильно пострадала. В новейшие времена в Андайсайский заказник из национального парка Алтын-Эмель было завезено еще две партии куланов. Сейчас обновленная популяция развивается нормально. Мы заметили несколько групп архаров и джейранов. Мы хотим снять животных на видео, но сделать это качественно с машины практически невозможно. На открытых пространствах копытные особенно осторожны. Они могут заметить человека с расстояния в километр и сразу же пускаются на утек. Но частые встречи говорят о том, что животные находятся под охраной. Между горами и сопками тянутся обширные плоские долины. За день мы увидели здесь 28 чернохвостых газелей. Такую экскурсию, конечно, учетом не назовешь, но общее впечатление составить можно. По-видимому, мы находимся на берегах древней реки. И текла она здесь не очень давно. Во всяком случае, не позднее раннежелезного века, потому что на ее скалистых берегах мы нашли стоянку древних металлургов. Это, ребята, видимо, бронзовая выработка. Бронзовый век. Это вот первая металлургия. 3000 лет, 3500 лет назад вот так вот здесь добывали бронзу. По-видимому, добыча руды у древних металлургов была связана с какими-то ритуалами, потому что рядом с каждой выработкой находятся наскальные рисунки. Вот это лучник, судя по всему. И это не архары, а теки. Если на рисунках изображены теки, горные козлы, то вполне вероятно, что они когда-то здесь водились. Мы находимся посреди Анараканских гор. В экспедиции наша задача посмотреть куланов, джейранов, архаров. Дрофу, в том числе и исследовать несколько археологических объектов. Нам уже почти удалось увидеть всех животных, которых хотел увидеть Арман. И не только в живом виде, но и в виде петроглифов. С высоты 500 метров ложе древней реки просматривается отчетливо. И направлено оно прямо на Балхаш. До берега отсюда около 70 километров. Мы продолжаем свое путешествие и неожиданно натыкаемся на еще одну металлургическую выработку. По дороге мы неожиданно увидели отвалы, заинтересовались, в чем дело, и решили подойти, посмотреть. И такое чувство, что здесь действительно работали черные золотоискатели. Траншея тянется метров на 50 по склону холма. Ну, вот это вот золотоносная жила. Вернее, это порода, богатая кварцем. Известно, что кварц сопутствует золоту, или, вернее, золото сопутствует кварцу. И они прямо вдоль этой кварцевой джилы, перфораторами, вот продолбили тут целую траншею. Ну, ее же нужно на фабрику вывозить, обогащать. Да нет, раздробят на дробилке, да и все в пыль. Потом ртуть. Не ртуть, выпаривают все. Остается золотом. Нагромождение, скал, холмы, увалы, а между ними широкие межгорные равнины. Мы приближаемся к зоне, который вызывает повышенный интерес у всех археологов. Мы разбили лагерь у подножья Сапун-горы, так называемой, не случайно. Это вот цопка одинокая, которая возвышается над Анаракайской равниной. И почему же мы разбили лагерь именно здесь, Арман? Ответь, пожалуйста. Мы здесь не случайно, действительно, по нескольким причинам. Во-первых, Сапун-гора, как говорят местные жители, это было местом ханской ставки, откуда он наблюдал за Анаракайской битвой, которая хорошо известна из разных источников. Однако исследователи уже на протяжении ряда лет пытаются найти место самой Анаракайской битвы, и, к сожалению, пока безрезультатно. И вот эта точка Сапун-гора будет нашей отправной точкой, откуда мы начнем свои исследования. Говорят, в хорошую погоду с вершины Сапун-горы можно увидеть Балхаш. Хотя металлические предметы подвержены ржавчине, но за прошедшие со времен Анаракайской битвы 290 лет должны сохраниться какие-то артефакты, наконечники стрел, остатки кольчуги и даже свинцовые пули. В то время уже использовалось огнестрельное оружие. Я часто участвовал в археологических экспедициях в качестве оператора, но сегодня я выступаю в новом для себя качестве, в качестве волонтера, археолога-любителя. Оказывается, это азартное занятие. О, какой-то сигнал. Арман! Что-то какой-то сигнал. 53, 57. 53. Ну вот. Смотри, что. Это гильза. Это гильза. Это следы битвы? Я думаю, это следы браконьеров. Нужно позвать Толгата. Анаракайская равнина настолько обширна, что, наверное, и целой жизни не хватит, чтобы полностью ее исследовать. Само название Анаракайская битва, конечно же, исходит от названия Анаракайских гор. Поэтому это происходило примерно там. И несмотря на то, что наши поиски, наши короткие экспедиции не принесли никаких результатов, это не значит, что там ее не было. Необходимо расширить поле поисков. Тем более, место этой битвы ищется уже более 50 лет. Наша экспедиция подходит к концу. Мы совершили большой круг также в районе поселка Горняков Мирный, расположенном неподалеку от озера Балхаш. Еще несколько километров, и мы выйдем на трассу Караганда-Алматы. И хотя мы не нашли место Анаракайской битвы и не поймали черных археологов, тем не менее, мы познакомились с очень интересными людьми, увлеченными своим делом и настоящими патриотами своей земли. Мы увидели много диких зверей в их естественной среде обитания, прекрасные ландшафты, и я очень надеюсь, что Майнкомы однажды станут популярным туристическим направлением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова